Жилые дома с высоты птичьего полета. Картина говорит сама за себя. Крыша, конечно, уже не в сугробах, но снег по-прежнему лежит. После обрушения кровли пятиэтажки на Тимуровской, 19, крыши города частично почистили. Но этого недостаточно, говорят горожане. Вы знаете, не замечая, посмотрите, расчищенная крыша. Я смотрю сразу на дом и понимаю, что не, они убираются. Отлично. Ну, Кузнецкий одну придавил, еще здесь придавят. Не, ну, видеть, видел, когда снегопад был, крыши чистили. У нас хорошо чистят. Крыши на вторую западную 66. Ну, а вообще по городу картина, на ваш взгляд, какая? Ну, терпимая. То есть немножко получше стали? Ну, почему не немножко? Смотрите, в общем-то, считайте, нету нигде снега. Да так себе. У нас вон дома аварийные никто не чистит. Вот эти маленькие дома никто не убирает. Они стоят 350 рублей в месяц. Кто будет убирать их? В Барнауле больше трех тысяч многоквартирных домов. Но по нормативам в расчистке нуждаются лишь те, у кого вальмовые скатные крыши. Их в городе 1246. Комитетам ЖКХ они взяты на особый контроль. На вальмовых крышах допускается накопление снега до 30 сантиметров. При этом, в случае накопления в большем объеме, управляющие компании должны принимать меры по расчистке данных крыш. Если мы говорим про период оттепеля, то в период оттепеля эти меры должны предприниматься более оперативно, с целью предотвращения образования наледей, сосулек, которые будут угрожать как жизни граждан, проживающих в домах, так и прохожим. В рамках очередной проверки было выявлено, что от снега и наледи почищено лишь 30% вальмовых крыш. Управляющим компаниям, которые не выполняют свои обязанности, грозит от 250 до 300 тысяч рублей. Сумма штрафа для ТСЖ – 40-50 тысяч. На сегодняшний день по 23 многоквартирным домам уже направлены материалы в Государственную инспекцию Алтайского края. Со стороны Комитета ЖКХ на сегодняшний день организованы проверки по 12 многоквартирным домам. В случае поступления дополнительных каких-то обращений, либо выявления фактов, соответственно, данная работа будет продолжена. И в течение всего зимнего периода. Горожанам, чьи крыши оставляют желать лучшего, прежде всего следует обращаться в свою управляющую компанию. Если там игнорируют просьбы, то в администрацию района или комитет ЖКХ. Они, в свою очередь, выйдут в рейд с проверкой. Их, к слову, чиновники просят горожан не полагаться на ответственность управляющих компаний и своевременно платить за общедомовые нужды. Лишь в таком случае у коммунальщиков будет возможность и стимул чистить кровлю. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.